так здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился а сегодня мы будем с вами делать крем и я сразу покажу вам крем для ног мы будем делать и вообще нужно ухаживать за ножками тем более что это не так сложно сейчас сюда я наливаю горячую воду поскольку мне надо организовать на такую скажем вот видите я так много я налила горячую водичку и сюда ставлю вторую чашечку получается у меня вот такая система для чего для того чтобы взаимодействовали сейчас она нагреется как типа паровой банки чтобы взаимодействовали все компоненты которые я буду сейчас сюда класть значит я сейчас буду делать такое лечебное лечебный крем для ног именно лечебный потому что этим кремом будет пользоваться женщина возрасте лейди скажем так ей уже под 80 и у нее очень болят ножки она попросила я и как-то давала ну благословляла кремом свой крем ей давала ей очень понравился и теперь для нее особенно делаю специально но еще более именно так как ей нужно потому что у нее больные суставы артроз и ну там у нее букет заболеваний но прежде я объяснила ей что нужно ухаживать за ножками особенно кто работает на даче или на поле или у кого ну вы меня поняли кто много на ногах это может быть даже и преподаватель это может быть человек который в офисе работает но или в магазине или где бы ни был если он долго на ногах на каблуках то же самое главным условием в уходе за своими ножками дома это победа над ленью вот это самое главное условие если не лениться и проделывать все что я расскажу то можно прекрасно справиться со всеми проблемами ну во первых ежедневные процедуры за ногами то есть вы каждый день принимаете душ правильно и поэтому во время приема утреннего и там вечернего душа пройдитесь жесткой такой жесткой жесткой щёточкой по стопам это обязательно надо делать она или если нет у вас щетки жесткой тогда замените жесткой мочалкой это хорошо как знать еще можно скраб при этом использовать потереть стопы мочалка если нет соды соды тоже очень хорошо можно на эту мочалочку и протереть свои стопки вы удалите все роговевшие частицы с ног и напитаете полезными веществами и если вы соды это делаете то вы баланс кислотно щелочной баланс улучшите на коже именно на коже потом возьмите питательный крем естественно потом хорошенечко не забудьте помыть высушить можно такой как массажик легкий сделать вместе с кремом вот который я вам сейчас покажу и для полной релаксации дайте своим ногам полежать при поднятом таком положении на подушечке минут десять ну вот очистительные процедуры для ног какие они более тяжелые в сравнении с ежедневным вот таким вот расслабляющим как я вам сказала массажиком вот щеточкой и скрабиком здесь уже сложнее здесь где-то делаем один раз в неделю сначала поддержим ножки в хорошо горячей водичке распарим их и обязательно в этой водичке должно быть немножко соли немножко какого-нибудь любого я предпочитаю мятного расслабляющего мята и пару капель лимонного эфирного масла и пропарить хорошо хорошо очень хорошо туда добавить также соду но соду прежде нужно кипятком залить и она когда растворится и эту водичку она будет шипеть залить можно добавить немножечко натурального уксуса яблочного лучше всего столовую ложку на 3 литра на 4 литра воды вот и потом пемзы вот так вот посидеть где-то с полчаса а потом пемзы удалить на 20 минут пемзы удалить ороговевший слой со ступней и пяток потом высушить ножки помассировать их вот опять таки вот этим кремом который мы сейчас будем делать крем лучше всего втирать втирать прямо знаете как и вот самый лучший это конечно на натуральных растительных маслах которые мы сейчас будем делать основа может быть любая идеально конечно хороший детский крем как основу взять и вот есть такую процедуру проделывать каждую неделю то через месяц вы увидите что ваши пяточки приобретут молодость и красоту без всяких проблем распаривать ноги можно в растворах например в отварах крапивы ромашки шалфея мяты зверобоя или хвои и других лекарственных растений а если нет то как я уже сказала добавляйте просто вот этого эфирного маслечка и все и будет прекрасно когда у вас катастрофически мало времени а ноги уже устали и никуда не хотят идти то вы можете им помочь таким образом возьмите тазик наполненный теплой водичкой добавьте в него соль две столовые ложки опустите туда ножки на 10-15 минут через это время вы ощутите что усталости в ногах как не бывало забыла сказать по капли йода пару капель йода туда капнуть надо будет вот и хорошо такие ванночки делать если соль будет морская вот именно морская сочетание морская соль и немножечко йода и вот это отличный способ тонизировать ножки не забывайте за ножные масочки но про маски я буду рассказывать в другом видео но сейчас начнем что нам для этого нужно нам девчоночки нужен крем-основа я заказала для нее вот такой глицериновый крем для ног с технологией силиконовые ножки мне это понравилось и я заказала сама я не этим пользуюсь таким это для я для яковлевны я заказал здесь 75 миллилитров и так полностью полностью этот тюбик выдавливаем все не забывайте что у нас здесь теплое и уже пока я вам говорила у меня нагрелась вот эта емкость эта емкость уже нагрелась все так до конца до конца сейчас если просто этим кремом пользоваться никакой пользы не будет сразу говорю чтоб вы не думали что что-то в нем есть тут такие ингредиенты не ахти честно скажу честно чисто взяла для основы зачем придумывать велосипед если он уже и есть вот я люблю основу конечно детский крем но вот для нее специально крем для ног заказала все вот у меня получилось такое количество 75 миллилитров дальше дальше дорогие мои я беру обязательно добавляю сюда витамин е это прекрасный витаминчик который нам поможет так где-то и заживлению он помогает и вообще для кожи капли 4 4 капельки и замешали дальше я добавляю камфорное масло камфорное масло обязательно в крем для ног добавляем это изумительное масло оно во первых согревает помогает устранить болевые ощущения и также если где какие-то трещинки помогает заживлению стимулирует кровообращение очень хорошая вещь для ног добавляем где-то примерно но я вам так примерно говорю а вы себе столовую ложку все столовую ложку а я так на глаз потому что я уже знаю сколько мне нужно как опять замешиваем вот так а потом я миксером все это мне повезло я купила себе этот миксер для кремов так дальше дальше добавляю эфирное масло сладкого апельсина тоже рано заживляющий антисептический две капельки и запах хороший добавляют две капли лимонное лимонное эфирное масло прекрасное средство анти противовоспалительный ну и витамин сетом есть дальше обязательное мятное масло для ног добавляем потому что именно вот это мятное масло оно поможет нам расслабить ножки и привести в порядок сосуды капилляры сосуды три капельки хватит мята вообще даже четыре наверное еще капельку да даже пять капель мятного оно еще дает такое знаете охлаждение то она жаловалась что у нее болят ножки очень масло мяты обезболивает и каепутовое дерево масло это антисептик тоже и рано заживляющие против грибков прекрасно вот это вот каепутовое вы можете если у вас нет допустим каепутовое я три четыре капельки взяла если у вас нету каепутового дерева масло то вы можете использовать чайное дерево практически одинаково действует так же так дальше дальше я добавляю ох у меня аж прям в глаза такой знаете запах будет сильный вот я всегда держу для ног апизатрон что это такое апизатрон вы можете любой крем где есть пчелиная отрава мне здесь нужно пчелиного пчелиная именно отрава пчелиный яд так по украински пчелиная отрута а по русски пчелиный яд сколько абсолютно вот чуть-чуть это хорошо будет разогревать это будет обезболивать и снимать воспалительный процесс вот столичка видите сколько я кладу вот это часть пчелиная вот на семьдесят пять грамм больше не нужно и вот этого количества на семьдесят пять миллилитров крема будет достаточно для того чтобы не болели ножки очень хорошо сейчас я вам скажу вот здесь все написано при если болят суставы а у нее именно суставы болят если невралгия если травмы связок разогревающий прекрасный особенно в спортивной медицине используется любая пчелиная отрава любой крем или мазь на основе пчелиной отравы я использую для крема для ног у меня это обязательный ингредиент вот и я использую вот теперь такой миксер посмотрим ну отлично очень классная штука между прочим главное чтобы не попало брызги не попали никуда о классная вещь взбивает взбивалки я сейчас подальше вот тут забью все это и так тихонечко работает то есть прекрасно и такая нежная нежная смесь получилась сейчас я выключаю вот посмотрите получилась такая красивая красивая нежная смесь и опять в горячую водичку кладу все ну я не полностью в горячую водичку а на баню на горячую баню все девчоночки вот крем в принципе кремик готов вот и теперь я его переложу в баночку у меня специальная баночка и я думаю что упакую и будет моя Екатерина Яковлевна довольна думаю что ей понравится эффект от этого прекрасного крема но это не только согревающий это еще лечащий крем но я вас всех обнимаю желаю вам здоровые здоровья вашим ножкам и вам будьте успешны будьте красивы будьте здоровы не болейте это прекрасный крем который именно создает легкость пока пока